так здорово всем ребят хотела без задержки запуститься но задержка уже была выставлена вот и поэтому я запустился поэтому я сразу запустился соответственно без нее с ней все равно турнир нужно она будет к его получается ну что ребят 80 человек уже нас здесь есть замечательно чем-то начинаем часто им на главную выползет рич уже сразу запилен получается как бы и Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Привет, ша! В описании канала Настройки чатика Добавлю Добавил субтитры DimaTorzok 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 Ну что, ребят В общем-то По чуть-чуть По чуть-чуть начинается всё Ну, сетки пока я не вижу Не знаю, кто её K сделает Вообще должен кто-то K сделать В ближайшее время Так Так И Recently AST Так, ну чё ты тут смотрел? Субтитры сделал DimaTorzok Так, сетка готова. Отлично, что сетка готова. Так, а сколько игроков в итоге зарегилось, я так и не понял. Вдруг-то зарегилось, короче. Будем смотреть, будем смотреть. Ленурчик, спасибо. Так, улти посмотреть, что ли, я не знаю. Так, ну чё. Субтитры сделал DimaTorzok Так, Кулси тут меня в группу зовет Заинвал чел-то в группу Разинвайтил Субтитры сделал DimaTorzok Какой-то сегодня составчик-то слабенький Где DimaTorzok Димага там что-то играет Вообще непонятное сейчас Где там кто не прошел Кто вообще не прошел тогда Кас ведь бился тоже еще Странно, короче Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как, Кулси в своем репертуаре я смотрю Вот Ну ждем, ребят Давайте посмотрим сетку Сегодня как-то что-то в сетке Не слишком живо я бы сказал Так, Тиранвик есть Здесь Кулси рядом находится Вот я поэтому и хочу сюда прыгнуть Чтобы Кулси дальше будет идти По идее Вот И на Тиранвика может попасть При удачности течения обстоятельств Крит с Миндалем Здесь у нас тоже пацаны Какие-то снизу Так, Илюха там, смотрю, бьется Ну ладно Сейчас мы с этим всем разберемся Моментами, конечно Моментами, конечно Чё-то как-то мёртвый, чё-то я вам скажу. Хоть сам FPK тайплин. Так, ну у QTSI Appanient, судя по всему, нету. Короче, нету там оппонента QTSI, надо искать где-то, может, в чатике турнира. Заходит, говорит, QTSI. Так, а первый Turbo 1, по ходу дела, ещё при этом всё, первый и второй даже. Ну, Q1, так Q1. КОНЕЦ 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 что-то долго заходит все равно это чел ребят так я пока все лишнее закрыл а все, черкают култи короче, култи с горна там сейчас посмотрим потом по обстоятельствам будем действовать там Алинк и 7x Кирилл наверное будет против ну понятно, против кого-то из них будет култи там биться не понял, что за что за прикол в сетке короче, смотрите а вот все исчезло тут был прикол просто, что внизу сетки вот здесь вот а вот, смотрите, есть здесь пацана нету среди этих зато в третьей тентуре появился такой ладно, пацаны ну это коррупция да, я в третьем туре появляюсь неожиданно вообще как это вообще получается то так, ребята кто там это все контролит вообще берите эту несостыковку, пожалуйста потому что это что-то ненормальное блин блин, а здесь обычный интерфейс, ребят блин, а здесь обычный интерфейс, ребят на следующий поставится оказывается на каждом сервере надо интерфейс поменять чтобы так было но поменял, короче говоря это Европа просто на Европе но настолько, короче давно уже на Европе самое позднее короче, где поменял интерфейс прикиньте если раньше в основном все стримы с Европы были то теперь StarCraft сместился на Корею и американский сервер в основном то есть туры какие-то общие европейских изъезжения делок только получается на Европе чисто европейское только GoFuSK сейчас есть в воскресенье и все так а как за рабом-то следовать? а, ну здесь можно зажать на картинку просто вот ходки я забыл какой в стандартном интерфейсе ну, сугарно-то барак факта на мейне без СССР пока что самое интересное без второго газа при этом Марик так активно вышел начал шмалять по пробке сейчас КулТ КулТ пытается уйти не так просто оказалось это сделать Марик нагнал все-таки ух ух Юра Юра да и что теперь делать? я признаться честно не знаю что теперь делать что писать локичу что ли ради такой хрени ПСМ смогла пильнуть сталкера разок так с КулТ видит Мариков пробкой среагировал даже увел ее сейчас молодец успел я не знаю как КулТ играет но у него там типа 5800 5900 рейтинга как бы есть есть короче рейтинг и есть три сталкера у КулТ но маряки вперед не идут и КулТ не развелся на вот этих мариков не стал сталкеров не спускать здесь тупо мазеркор будет нет ctrl-shift-f это в другом насколько я помню просто ctrl-f здесь без шифта кстати говоря летит медивак мы за ним собственно говоря и смотрим сейчас а что же у КулТ густо будет скан пошел на мейн врывается медивак прям под сталкеров минка дропается вторая дропается и марики дропаются также КулТ успевает минку выбить блин обе до того как они стрельнули вообще ну вторая-то могла стрельнуть надо было переконтроливать как-то видимо горнату я не знаю минку почему она не стрельнула абсолютно непонятно для меня здесь либератор залетает ну кстати здесь особо-то можно скрытно сюда прилететь я вот что-то сомневаюсь вот он пролетает КулТ и видит прекрасно куда этот либератор пролетает и заходит его и минусует сразу же хорош в это время горнат пытается развести геликами да разводы конечно не в плюс тира но как видите тысяча шестьдесят восемь на четыреста потери а понял ты в конфе есть как бы отлично что ты есть в конфе но у нас да обычно все медленно начинят здесь попытки выйти в стим идет а КулТ решил не заморачиваться блинк пушить просто оппонента шестнадцать алкеров это улыновая абсолютно блинк пушь потому что рабочих меньше чем у тирана но тирану абсолютно нечем отбиваться от этого в чем проблема просто ничего нет у тирана чтоб отбиться здесь короче пулуа по пепсу завязывай со своими тупыми порхавными историями так улти тут на муве ходят почему потому что они поднадоели мне изрядно уже раньше были и веселые какие истории а сегодня а теперь какое-то одно дерьмо вообще непонятное но и и Ну что, ребят Так, там что-то тиран Так, улти минус нул Улти с олингом сейчас будет биться Так, а что там Юр починит эту сетку-то нам Или что вообще, там что-нибудь сказали Конфета в этой, или ничего не сказали Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну ждём пока кулсы, короче Начнёт играть Субтитры сделал DimaTorzok Так, это точно про геймеры Самые про в квадрате Я не знаю Кто что-то ещё Так, а линк же был же Так, а линк у нас частенько присутствует На самом деле Оп, черкает, Алин говорит Отлично, что черкает, что просто всё не очень быстро Как-то А, вот, погодите Здесь уже 2 минуты было Здесь меньше, короче, кулсы создал Отлично, короче, ребят Это Бу-1 ещё одна стадия Она так, насколько понимаю Вообще Ну всё, отлично Сейчас начнём Понятно, култи фаворит Култи гэмэльный Процесс у нас Алинг Мастерлига Да, старый зритель наш В армии был Смотрел до армии Теперь после армии Старкрафт не предал Круто, короче Поехали Так, помичь на зил Это похож Это классик на зил Это похож А я похож на бородатого бича Потому что Сижу тут Футболки домашние В дырявых штанах Как обычно, короче говоря По-домашнему Комментирую Старик Для вас отборочные Старлайны очередные Вторые Получается Вроде как выходные А многие почему-то не участвуют Не знаю Тут что-то Култси проверяет Ездит А Алинг Посмотрите, что играет Сцеху первую Ничего себе Ну что ж Вариант интересный Развитие событий Безусловно Култси проверяет Нет ли прокси И Нексус Сам заказывает Но у него Гейт Пилон Гейт Газ Был Нексус Бил Такой Пошла Кибернаточка Ну позиция Пилона Такая Что В принципе Вся минеральная В любом раскладе Тремя Пилоном Перекрывается Просто нужно По-другому Будет второй Ставить То есть Еще один Должен быть Здесь Получается Пилон А один Не по центру Здесь А вот где-то В этой стороне Чтобы вот эту часть Минерала Получается Прикрыть Не идет В разведку Култси Что странно Мне кажется Потому что Потому что Он мог бы здесь Многое узнать О происходящем И здесь Сцшечка Первая У Алинга Орбиталка На мэне Рановато Что-то Алинга К помниге Бараки Добавил Вот эти Два То есть Надо было Как бы Сначала Орбиталки Сделать Бараков Добавлять В итоге Орбиталки За втык Секунд На 10 Каких 10 На секунд 15-20 Где-то Наверное Был Что не очень Хорошо Естественно Зато Продакшн Начнется Раньше Мариков Понятно Мариков Достаточно Много Будет Даже Здесь и Лаба Есть То есть Может Может На самом Деле Быть Что Сейчас Стимпак Можно Заказать Стимпак Заказать Потом Еще На одном Бараке Чуть Позже Через Марика Добавить Одну Лабу И Там Заказать Щиты Рассинхронизировать Сделать Какой-нибудь Выход Без Медиваков Например Как Вариант Адептик Телепортируется Вот Он Побежал Тоже Ctrl F Просто Можно Зажать Юнита Показывать Так Моряки Ушли На Мэйн Депошка То Не Закрыта Ребят Ну Култи Решил Не Телепортироваться За Этого Адепта Уже Закрошил Две КСМ Ну Сколько Можно Ему Давать Беспределить Эскейп Култи Нажимает Уходит Адепт Ну Хоть Ушел А то Хорошо Надеюсь У нас Инженерка Факты Пока Нет Медиваки Короче Вынили Нескоро Ну Даже Просто Тупо Под Стимпак Можно Выход Хороший Сделать Здесь С Мариками Даже Под Стим Просто Если Выход Делать Скан На Мэйн Видит Олинг Происходит Факта Заказана Делается Еще Лава И Реактор Здесь Щиты Но Они Не Синхронизируются С С С С В любом Случше Лучше Раньше Заказать И Робо Бэй Пошел Это Колоссы Стабилизирующие Получается Там Выход На Третий Нексус Может Быть С Двумя Форжами Даже На Мэйн Не Знаю На Второй Третий 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 Пока Алин купится, в общем-то, ну, смотрите, Нексус был намного раньше, ой, цеха была намного раньше, рабов никто вообще не убивал, кроме адепта две штучки, ну, даже два прибавить, все равно отставание очень жесткое какое-то отпрос, сейчас рабов, Алин, косячно строит некоторые моменты. Пошли первые два меди-вака сейчас, атака доделывается скоро, на пауте две фаржи и колосс первый заказываем. Все, готов ренч, готовые ресурсы на ренч колоссом, пауте заказывает ренч. Сколько он делает, 100 секунд, кстати, ренч делает, с кого-то 54. Мама пришла, сейчас, секундочку. Давай, удиви меня! Да, не очень. Он не ел, может, поест попозже, увидев потом. Так, только что какая-то операция была, я не заметил, не понял, что это, наверное, сталкеров ловил, Алинк или обсервера какого-то, перехватывал, наверное. Насколько успешно, сложно мне сказать. Ну вот тут Марик был, твой мой, короче, мухой, это Алинк назад, что-то стип. Это какой-то нервный Алинк, что-то стимится туда-сюда, бегает. Скан пошел, хотел обсервер разбить, думал, что здесь обс, видимо, будет. Ну, а обса здесь нет, плюс еще два барака добавляется. Либератор, танк еще один. Появляется. Вот все ничего вроде как у тирана, но и обсерверов ловят. Ну, блин, нужно, во-первых, быстрее атаку сейчас развивать, потому что култей здесь колоссов ухочет. Мало танков добавляет, и медиваки не строятся, нифига. То есть медиваков должно количество увеличиваться. Для био очень важно, знаете, здесь уже нет энергии. Два всего вообще. Так, насчет сетки как подвинут, я не знаю, как-то должны подвинуть. Просто подвинут ли, вот в чем вопрос. Так, здесь у култей начинается рабочее строительство. Небольшую группу рабов перевел, вроде как он туда. Насколько я понимаю, здесь марики заходят. Адепта минусует, а лимита больше, чем у култей, работают там хорошо бараки все. Так, ну и а лимит видит, что третьей базы нет пока. Он ведь не знает, что она вон там вдали стоит. Он ее не видел. Это плохо, потому что он неправильно оценивает ситуацию сейчас. Он думает, что две в две базы култей бьется, а у култей уже и третий нексус есть, на котором рабочие строятся. И у култей есть уже грейды 2-2 почти готовые. А это значит, что будет подавляющееся преимущество по апгрейдам, во-первых. Во-вторых, по экономике. Так, а лимит заходит. Отличный фокус колосса под всей армией пропса. Зилки и сталкеры просто уничтожили вообще всех юнитов. Стальных колосс выжил, что самое удивительное. А нет, это второй колосс. Ну, первый колосс погиб, а второй вышел. Ну, фокусить в такой ситуации, когда тебе нужно через всю армию бежать твоего оппонента, это вообще не вариант. Здорово всем, Асадар. На твиче и так далее. 3-3 уже в култей Мазершип. Ну, тут уже фановая какая-то пошла тема Мазершип и так далее. Как? Нексус култист. А! Это хитрый план, кстати, от култи. В чем его суть? Он сейчас будет сидеть здесь дома и потом просто сделает телепорт на этот Нексус и пойдет убивать. Интересно. Ну, вот по факту третий не надо рабов, конечно, строить. Надо заранее добавлять их, стараться. Здесь от култи Нексуса что-то пошли. Для телепортика. Мазершип готов? Да, готов Мазершип. Это серьезная заявка такая. Култи идет вперед здесь. Видит Алинк Мазершип. Это же самое интересное. Нексус еще не готов. Попытка перехватить дробчики идет. Дробчики перелетают. Один можно было перехватить. Но на мейне надо, блин, Мазеркор держать сейчас. И сталкера добавлять. Култи что-то телепортируют сюда-сюда. Один медивак сбил. Ну, телепорт в Нексус сейчас сразу делать. Да и все. Что он боится-то, я не понимаю. Тут побежал. А, Либератор здесь тоже есть. Смешно, блин. Надо ТП-нчик делать на Нексус, конечно. Култи что-то ждет. В итоге есть его красивый план. Просто окажется провалом. Так и есть. Нексус сейчас упадет. Делайте лепорт туда. Успевает Култи на Нексус телепортнуться. Ну так, смешно выходит. Прикольно. Чтобы постебаться маленько. Но... Могу сейчас их вот затерпеть маленько. Булти, если бы не влинкался так. Здесь адепты сталкеры. Мазершип тоже жгет, на самом деле. У него 6 лучей. Там у него демаж-то нормально. 40 с чем-то там. Со всех атак, правда, у него... 6 атак, по 7 демеджей. Вроде как-то так. Если мне память не изменяет, то броня против него решает очень и очень сильно. Если бы это было одной атакой, тут вообще демедж хороший бы был. Так, еще Тиран Виктор по сетке там. Так, еще раз. Так, еще раз. Так, ну что, ждем. Тиран Виктор по сетке один матч сыграл. Надо к нему прорваться сейчас-то. А в следующий матч получается. Так, фейбл СС сверху. Отзовись, если ты есть. Надо тебе играть с Тиран Виком. Чего мы все ждем. Вот. Вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну что, короче, ждем Кул-Ти... Ой, точнее, Кул-Ти ждет победителя Теранвига против HTT Fable. Я как раз в Теранвигу HTT Fable зайду. Понятно, кто фаворит. Вот. Ну и интересный матч с Кул-Ти будет, да? Как бы там уже по-3. Дальше. Думаю, будет интересно достаточно это все посмотреть. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, ну что-то там Теранвиг собирается создавать, насколько я понимаю, какую-то карту. Будем прыгать туда. Субтитры сделал DimaTorzok Так, да не надо мне хостол. Думаю, что обойдемся без этого. Так, да. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Нужно запомнить... Здесь у нас... Газбарак у Тиранвика... Здесь примерно то же самое, но на 8 газа меньше... Скорость добычи получается... Там пока примерно зеркально в любом случае все это дело... Продолжение следует... Сейчас надо будет... Продолжение следует... Извините... Продолжение следует... Также тоже... Так, сетка сама исправилась Видимо, ее кто-то, наверное, исправил Саму обычно ничего не справляется Ау, крит-контрол, они сами вперед прошли Просто вот она исправилась Что, лысая? Ты что, вопрос-то дупой задаешь? Глупая, что ли? Че, 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 че А че, а че, а че Ладно, короче, давайте смотреть игру, ребята 20-20 по риперу, там и там Фейбл пока развивается Вообще, как бы, ну, так же, как практически его оппонент Причем, в соплайблок Тиранвик словил просто какой-то нереальный Вот один раз недоконтролил сейчас Тиранвик И упустил КСМ-ку на трех хп А ведь мук стрельнуть нормально Есть два марика и факта В факте ж циклон Рипер прилетает Пойто! Ха! 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 Тиранвик! поймать здесь. Рипера всё-таки отловил Тиран Вик, а Рипер минус. Циклон живой, Марик и немножко деможа получили, страшного ничего не случилось. В этом плане 10 циклон вперёд поехал. Можно было бы и Марика взять и поехать. Чё, Рион на квале не участвует? Ну вот сегодня Тиран Вик выиграет, а завтра включится в Бори он. Вообще, не завтра, а на следующей квале. На самом деле, я не знаю, пацаны там делали сетку, как бы я не против, что Тиран Вик играл. На самом деле, нужно следить за ним. Если опять они фигней какой-нибудь будут заниматься, то надо уж та выпиливать полностью, короче говоря. Так, здесь танчики строятся и Марики. Вот на бараке на другом лаба появляется. Нужно заказывать стимпак сейчас. Ну газа пока у Тиран Вика. Вот на второй базе, кстати, газ добавился. Это неплохо. Викинг пролетел, проведал, что здесь происходит, проверил. У Фейбла тоже два барака, то есть билл примерно такой же и тоже ревен. Но где же стимпак? Тиран Вика заказан стимпак. Здесь ничего пока не заказано. Здесь газ вообще только добавляется. Очень важно, что Тиран Вика пораньше газ на второй добавил. То есть у него теперь на стим и на всё-всё-всё, что необходимо, будет хватать. Здесь вот только стим пошёл. Здесь можно ещё плюс один было бы заказать, да и нету ресурсов. Вот у Тиран Вика давно есть уже газ, но он почему-то не заказывает грей. Так, вот тут Фейбл Кселнагу законтролил. Тиран Вика копится пока. Копится-копится. Чё копится? Ну копится, потому что ещё грейды не готовы. Как будут грейды, то есть под грейды уже выходы начнутся какие-то. В принципе контролят циклоном. Центр здесь хочет проверить Кселнагу, но здесь циклон тоже стоит у оппонента. У него на 20 хэп больше у вражеского циклона, между прочим, это значит, что он победит обязательно. Ну и Тиран Вик выход делает сейчас. Один танк, циклон, а нет, 3 танка, 2 сзади были, один спереди просто ехал. Три танка, циклон, 3 викинга, рэйвен. А здесь с чем, какой ответ был? Здесь два танка и марики, то есть растянута войско у Фейбла. Сейчас очень серьёзно причём. Танки, сейчас попёрли, автотурельки выставляет Тиран Вик. Автотурельки что-то ничего вообще не прикрывает. Садятся викинги, где хоть медиваков-то пару? Медиваков пока не наблюдаю я, но тут и без медиваков марики нормально с викингами справляются, насколько я вижу. Очень жёсткий дэмэдж, 46 на 90 там с чем-то. Заходит Тиран Вик наверх, минусует всё. Прилетает рэйвен здесь назад оппонента Тиран Вика. Ну, автотурель здесь не зарешал, а викинги просто ушли и всё. И похоже, что всё плохо здесь. Ё-моё, на мэне-то как накрошили, а не 26, 26. Не то, что похоже, что всё плохо, здесь всё очень прям плохо. Даже я не понял, как Тиран Вик расковырял, очень жёстко. Но, в любом случае, это ГГ, и Тиран Вик с Кул-Т сейчас будет играть, это уже достаточно интересная пара будет. Фейбу пытается улетать, ГГ пишет. Тиран Вик с Кул-Т сейчас будем смотреть часы на две-три минуты отойду вернусь ребят извините надо отойти быстренько а Продолжение следует... 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 Так... Продолжение следует... 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 Так, ну полетел медивак куда-то там, я смотрю. Куда он полетел? Конечно же Кул Си. Кул Си обсервером разведку летит. Делается блин. Короче, стандартно он действует. Блинк в три гита, а медиваки... Минка шесть мариков. Минка шесть мариков у нас здесь в медиваке. Так, мой обсервер здесь есть. Все, короче, есть для того, чтобы отбить этот дроп нормально. Ну пусть врывается Тиранвик. Минку дропает. Ой же, ахнется она сейчас. Бабах! Минка делает пять рабочих уничтожен. Кул Си как-то медленно отреагировал. Да нет, нет бы медивак сбивать. Он с мариками дерется. Зачем? Марик отминусил. Короче, 40-35, а было бы 45-37. Точнее, 40-37. Была бы разница больше, если на пять рабочих. Здесь обсервера Тиранвик на халяу сбивает. Третья цеха пошла. И можно выход еще предпринять вообще. ค achieving. Классная цеха. П Hasts. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, пять барак, там цеха летит вперед, здесь танчики сидятся по чуть-чуть Ищет кулки сталкерами, зашел, пару раз стрелил, отдал сталкера одного и ушел Ищет такая СМ-ка, что она ездит-то здесь, не понимаю Что-то ищет здесь, короче говоря Видимо, пилоны ищет здесь, я не знаю просто, что здесь можно на такой стадии искать Пристройка Какие-то пилоны, что-то еще Култи делает 2-2, вот, кстати, по грейдам култи в плюсе будет, это хорошо для него Но пока все очень пассивно, вот тут Тиран Вик собрался выход сделать Пять мегиваков, пять мародеров, моряков 22 штучки, шкеританчик Ревен здесь присутствует тоже в миксе А в это время култи тут адептами хочет залететь на третью базу Ну, адепт с плюс один и с глефами, они уже рабов, ну, очень так быстренько минусуют на самом деле Сколько култи сейчас минусу? Ну, 12 за всю игру погибло КСМ В этом моменте близко к десятке, я думаю, забрал штук 8, наверное, рабочих култи 56-57 в итоге фарабан ситуация Так, Тиран Вик идет вперед, просто на ровном месте, танки сидят Всех их теряет вообще, на мувик отдается, в общем-то Теряет еще и Ревена, култи забирает все легко, достаточно В это время дропчик заходил на вторую базу Ну, култи был внимателен, у верча же успел напилить, у верча же все минус нули А здесь делается четвертый колосс и призма заказана То есть култи собрался выход делать, видимо, да Надеюсь, бумарика чем-то выбить, да ничем не спешит култи его убивать Так, опять три адепта култи на вторую уже теперь только приходят Хорошо поливают, как по-разному в КСМ-ку Три за два залпа, три рабочих убили Култи лепит, горбатого Не, ну тут култи разобрал, Иди просто покидает матч у нас с Теранвик Но это только первая игра, у нас же будет три, между прочим Так, добавился я к турниру, буду что стримить Лулу со спелсингером бьется Ну, короче, почти все четыре финала сейчас стартовали уже, но один еще нет Прыгаю в игру Так, вижу, что здесь какой-то community headback Так, ничего себе у зергов изменения такие жесткие Давайте сейчас я вам покажу пока быстренько изменения Минкам урон снизит Сплэш по щитам с 40 до плюс 25 То есть по полям минки меньше дэмэджа будут наносить Караптором просто, гидралом увеличено хп с 80-90 Блин, как Протсун-то с этими гидралами биться тогда будет Я не помню, а Линга Бэйна гидра и Бэйна жирнее гидра стало И Караптором скорость увеличена вообще с 4х1 до 4х7 вообще там жесть Какое серьезное увеличение Что такое скорость акселерации, я вообще не знаю А период между атакой и получением новых команд Это кайтить можно быстрее То есть мув и кайт нажмешь Ну, то есть на муве Карапторы смогут стрелять вообще Так, риперов хотят менять, ну ясно Ну посмотрим Тиранов решили маленечко припустить, это хорошо Спора нет, 1-0 здесь ведет кулси Так, привет Крит Не, пока еще не горячо, но уже что-то маленечко начинается Бурление какое-то в кастрюле Может быть к концу Бу-3 будет и горячо достаточно Ну не факт Узнаем очень-очень скоро мы Субтитры сделал DimaTorzok Ускорение со стартом Так это оно, он быстрее ускоряться со стартом будет или нет Я не понимаю А, 3.6 и 4.2 То есть это часть скорости как бы что-ли получается или нет Нет, никогда зеленкой Караптор обливает Акселерация и зеленка тут вообще не при делах Через старгейт кулси играет, ребят И гейт с фаржой, что самое интересное Рипера гоняет, но Видимо, да, стартовая скорость Караптора будет больше, но у него и общая больше скорость Посмотрим, как все работать будет Максимальную скорость с места Ну это я уже понял Но 4.2, что значит непонятно Потому что не за 4.2 секунды он явно максимальную скорость набирает То есть, видимо, вот скорость, допустим, 5.6 здесь У Оракула стартовая А начинает он лететь там с 4.2, например И там за секунду следующую, например, полная она набирает Кстати, во втором Старкрафте инерции почти нет ни у кого В первом Старкрафте вот многие там разгонялись, конечно, пожестче Там типа как шаттл просто Жесть, плюс култи ножок, конечно, здесь 11 юнитов култи сжигает В это время Терранвик врывается там на вторую базу 6 мариков, минка, дропчик А у култи, вот, смотрите Фатоночка есть, все, сразу проще биться гораздо становится Без Фатоночки было бы гораздо тяжелее Так, здесь минку видно, между прочим Минку култи сейчас выбьет легко На третьей базе рипер Марик еще тут через центр залетает Сейчас плюс 1 очень скоро будет готов И Рэйвен полетел харасить Погодите, второй Оракул Два Оракула култи сейчас Как-то так Так Акселяция 4, максимальная скорость нам за 0,25 секунды Может, ты и прав, но что, какая цифра-то за единицу берется, я не понимаю В плане времени К чему она привязана-то просто Хотелось бы понять это, но хз как Ну да, походу, 4 единицы за секунду То есть до 5,6 секунды с небольшим До 4,7 точнее Наверное, так скорее Так Летает Рэйни, суть Будет патч, мы все это увидим, как это будет работать Но Зергов утеляют Тиранов опускают немножечко Просто пока ничего не меняется, насколько я вижу Так, автотурель прилетает Фокус автотурель у рабочих идет, смотрите Ну вот, что значит фокус 5 рабочих Фотонка стреляет, да и пофиг там это, это автотурель Стреляет там этот фотонка, не стреляет 10-4 рабочих, жесть 5 10 рабов на ушатого сейчас Двумя рэйвенами у нас получается Оппонент култи Здесь летит, идут сталкеры вперед А что есть здесь у Тиран Вика? Ничего практически Да нет, не время создания юнита, а скорость Так, цехи, блин, как угодно Это цехи-то на Малеха было украшить Неплохо култи тут зашел Неплохо култи тут подрался Но стимпак готов и култи должен бежать отсюда Потому что сейчас ему развалят просто кабин еще Третий никс вовсе качает Фотонка есть уже на третьем никсе На мейне фотонка есть Кстати, здесь была же другая Ее, видимо, выбрило уже Эти автотурели Кулси уже понервничал И Фотонок там На второй базе наставил нормальное количество Автотурели, ну здесь минус нул Одного рейвена култи Култи сбил Строются колоссы Плюс три гейта добавляется Еще полетал оракулами Похарасил вот за ответку Рейвенами Просто оракулами 12 Он убил и 27 рабочих култи Между прочим За эту игру уже потерял Но так как тиранвик В остальных параметрах Посеян как бы Никуда не двигается То и толку особо нет Хараса от этого 27 рабочих култи Просто все восстановил Да, здесь есть тим Но здесь колоссово все делается Уже есть две атаки И делается третья у култи Все тут с одной форжей не бустится Почему ни одного феникса не сделать И для меня загадка Почему култи не сделает Сейчас одного феникса Ведь у него есть Старпорт Блин, сраный С которого он строил Оракулов Ну это тупеш От култи Надо было обязательно Сделать феникса Потому что у этого товарища Еще и броня-то легкая Феникс по ним бонус имеет Так, здесь викинги Био Третья атака Доделывается У култи Как-то ему на третьей атаке Было бы подраться Было бы неплохо Я так думаю Глефы есть Блинк есть Ключевые Гриды в общем-то есть После атаки Сразу бронька заказана Так, ну теперь Ранвик сканет Опять автокуврель Это достает У каравок Уже вообще За 30 Уже погибло 32 Да, в этой игре Рабочих Третья атака У култи Есть Ну култи Что-то вырубил Конечно В плане В плане В плане феникса Вырубил голову Култи Даже вот сейчас Подстройка Сбей его Старгейт-то был Ты же через аракул Играл Неужели Не помнит Этого култи Просто сразу Как увидел Построил бы Одного пролетел Бил второго Тем более Феникс Это не викинг Это под викинга Автотурель Можно поставить И она его Быстро выбивает А он летает Черепаха А феникс Он может Увернуться Легко Вон сюда Автотурель Ставить Турет Фотон Даже доставать Не будет До туда Залп минус Марик Вот Тиранвик Решил попереться Вперед Сейчас Очень Активно Он движется В направлении Култи Кулси Тут архонов Сливает Берет Все Вперед Идет Гвардиан Шилд Есть Филды Есть Филды Не врублены Адепты Бьются Архоны Где-то Сзади Колоссы Падают И все Падает Вообще Кулси Все Про Реона Что-то Там Ну Сами Все Видели Короче Это Бан Для Тиранвика В общем То Надо Было Сразу Мне Кажется Выпиливать Потому Что Не Очень Все Это Сами Понимаете Ну Пусть Пацаны Решают Я Даже Не Буду Лезть Туда С Другой С Кулси Сам Провоцировал Каю Надо Предупреждение Ему Тоже Дать Дальше Дальше Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас приду, ребята, водичка хочется попить... Продолжение следует... 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 Так, все, ребята, отошел-пришел. Полуфиналы начинаются. Пол С против Изи получается. Кто-то из них получит же квот стопудово. Кто-то будет биться в матче за третье место. Все запустим одновременно. Турик будет там еще один. Турик будет там уже работа. Сый! С Mexican dressing. Тиранвик, привет горный Ну что, поехали Култи Изи у нас, ПВЗ Окраина Ньюкирка, первая карта Култи, вот проход, здесь кибернетчика будет Так, тут 17-я хата ГАЗПУ В общем, Гейтгаз, Нексус, Кибернетка Билд Вру, Кибернетка, Гейт, Кибернетка Пилон, Гейтгаз, Кибернетка, Нексус, во как То есть, через Мазеркур играет Култи, Адепта достаточно раннего Это типа, надежность или что это? Да, похоже тут на надежность какой-то расчет Адептик более ранний будет, чем обычно Привет, Кхеннирокс, привет Привет, привет всем, пацаны И девушки То есть, сегодня мне уже сказали Девушек забываю упомянуть Я еле съехал Помните про то, что поддерживать над меня и мой канал Отключать Адлок и подписываться на премиумы Реквизитовыми в цене и через плеер напиливать обязательно надо тоже За это всем громадное спасибо Что с ним? Что в этом месяце Миша Майкер Здесь премиум высосал общий Ну да, у него премас общего Очень много людей смотрят всегда Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Так, нет, в Лану в Украине я не буду стримить Там же Алекс 007 стримит вообще этот Лан Насколько я понимаю Вот, то есть меня, может, и в игру-то даже никто не пустит Не, ну вы смотрите, конечно Это прикольно Я сам, может, гляну просто завтра Еще дело в том, что я Я постримлю ГСЛ в 7 утра Постримлю первый Старик в 13.00 Поеду к дочке с женой, кайбу Они сейчас у бабушки Дашиной мамы, как бы И я обещал приехать Маше, поэтому некрасиво будет не приехать Я вчера собирался, вчера с пацанами пошел на 23 посидеть А надо было вчера ехать, потому что как-то вяло, уныло и т.д. Было Ничего не хотелось особо даже Значит, завтра поеду, в воскресенье вернусь Все нормально, да Два архонщика култислил через архонов Решил похарасить Просто изи лингов настроил аж целых 45 штук сейчас Агент 72 Нет, не знаю, ничего себе Ты прямо новость сказал Я такие новости знаю До того, как они выкладывают на гудгейм там или куда-то Потому что это все обсуждается Знать-то я знаю, но Я еще не принял решение об участии Мне нужно пару моментов уточнить Почему я не принял Да потому что, как бы Есть выбор у меня Либо партнерку с предыдущего Взять, как бы, стрим-марафона На стопроцентное То, что зарабатываю я стопроцентов Мне причитается, получается, на гг Либо отказаться и участвовать в этом марафоне Потому что те товарищи Никто не ответил про партнерки То есть они им не нужны Кто в прошлый раз участвовал Не, ну кулси тут харасьть, но гидра выходит Но я приму по ходу решение Потому что, ну, сейчас как-то людей мало Поддержки не так уж много Не, ну, когда марафон начнется Я буду стримить просто по КД Круглосуточно практически Да, конечно, людей увеличится Количество будут в этом играть Да и турики вроде там планируются Какие-то вот Посмотрим Не знаю, короче, я там что там С этими марафонами всеми Мне еще-таки пишить не очень хочется С другой стороны весело Как бы и всем интересно, да Если по поводу что поддерживать Да, типа марафон там все дела Не знаю, не знаю, короче, посмотрим Да, есть Бэйлинг Бастер Идет Бэйлинг Баст от Изи Бэйлинги без покатушек А ведь можно было сделать покатушке Почему не сделал Изи покатушке Я не знаю Изи хочет зайти с двух сторон Апсервера надо вывести Но, а если вывести гидрат А примет его Неплохие филды от култи Но в одном направлении филда не хватило сейчас просто В итоге заходит Изи Вот один бы плюс фил Чтоб Бэйлинги не дошли Совершенно другой бы был расклад А так минус култи, ребят 1-0 Здесь полиамиду слишком большая печаль Здесь, конечно, дарки Контр-Харас Совершают неслабые Но Дроны уехали Гидра уйдет Оверсир прилетит И все будет убито Вот он уже, этот оверсир Здесь что-то, правда, Изи Странно ушел Плюс что? Плюс два окулти Делать все делается Но 50 лимит разницы Это печаль 45-60 парабан В луеому Это чуть ли не 40 разница вообще То есть чуть ли не трехкратное преимущество было Два с половиной раза больше было Что, советую уйти за Фродцев? Не советую уйти за Фродцев Сиди дома Если серьезно Но много билдов есть Смотри стрима Реплеи я выкладываю зачастую Качайте реплеи, ребят Сегодня постараюсь выложить Ну или завтра с утра Я не знаю Обещал как бы выложить Сейчас вот с того, что прошло Филды от Кул-С Филды в этот раз неплохие Но гидры много Сзади Ой, как она там раскладывает Эта гидра Просто жесть Ну так и дожимает Изи Вроде как с напрягом он дожимает Но Все равно Кул-С не может никак отбиться Пока что Сейчас бейлингов новых Еще были покатушки Изи давно пубил У него покатушек на бейнах нет ГГ Кул-С 1-0 Изи Если Изи победит Он берет квоту Ребят Смотрите, пацаны Можете призовой Добавить Кому Нравится Старкрафт На данной Отборочной На прошлой Отборочной Намного был призовой Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну ждем вторую игру Хост пока Отсутствует Спелсингер Владрок убил Продолжение следует... 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 Здесь 17-я хата, газпул, в общем-то, станция Проксима, карта Култи, то же самое, гейт, газ, Нексус... А, нет, это даже пилон гейт, два газа, второй пилон... А, это Нексус, ребят, извините, это Нексус первый, я вообще попутал, короче... Пролетает овером, изи видит то, что Култи делает... Тайминг кибернетки видит, очевидно по этому таймингу, что это... Соответственно, Нексус, Таргейт нам и не писал... Описание стрима... Описание стрима сейчас абсолютно правильно, а что тебе не устраивает? Описание стрима.. Описание стрима... Описание стрима… Продолжение следует... 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 Видит изи все происходящее Невралы пошли Ну еще эти невралы Так, из ренжа что ли неврала вышла? Я еще не понимаю Опять заневралил Архона Идет атака очередная Бейны заходят Плотно сейчас сделков Прилетает им неплохо Архоны жгут Да блин, я не знаю, неврал Нужно менять Либо делать так, чтобы он За всю энергию Постоянно переманивал Или как-то хитро переманивал Может быть, чтобы даже инфестор погибал Но он переманивал Полностью юнита Либо надольше Чтобы переманивал Реально как-то быстро Если бы сейчас кинул изи микоз И бейлингами ворвался Эффективность была бы в разы выше То есть неврал вообще Он просто похоронил игру для него Этот неврал ничего не сделал практически сейчас Не, ну как не сделал? Юнита поубивали, да? Там что-то Но, прикиньте, там первое Как все в куче стало Туда два микоза и бейнами Туда как покатиться Пофиг на шторм Под микозом филды Не могут в центре ставить Ничего, ну когда он действует Имеется ввиду Что за принц там меня приглашает? Мне принцев тут не надо Так, ну когда он действует Имеется ввиду Имеется ввиду Имеется ввиду Имеется ввиду Так Ну что, ждем култ И ждем третью игру Получается Имеется ввиду Имеется ввиду Имеется ввиду Имеется ввиду Ну что, 1-1 Семнадцатая хата Изи у култ И пилон Гейтгаз Имеется ввиду 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 Так, ну что, твайлайт делается, гейт делается, и еще один гейт, здесь у нас стенка, погодите, здесь нихрена не стенка идеальная, мне кажется, а может и так, все равно лучше пилон в такой ситуации ставить, чтобы наглухо перекрывало, потому что здесь на стыке как бы к углу идет, и сзади, если юнита поставишь, он уже ничего закрывать не будет, и с пилон поставишь, то два можно юнита там поставить. Ну, култи через глефы в этот раз открывается, пока что бустится именно рабочий, ни глефа, ни варп не бустится. Здесь у нас, здорово, кубрач, здесь у нас эволюшн, когуть, конечно же, наверняка будет, с таким ранним эволюшном навряд ли что-то кругами когти можно делать. Ну, этот овер уже никуда не денется, скорее всего. Да не, скорее всего, он не успеет улететь, видно, это по границе здесь летит, если бы не вижу, ну, а то он мог деться. Так, да-да, здесь четыре линга сныкона, кстати. Кстати, кстати, что, дроп бейнов будет, что ли? Ну, если бейнов дропать, то тогда бы был бейлинг-нест, во-первых, во-вторых, у муфовером надо было бы делать. И здесь еще одного овера култси забрал. Ну, два овера зергу вначале забрать, это дело хорошее. Не сказать, что прям какая-то печаль. Адепты выходят с глефами, уже нужно идти вперед, пытаться именно, по крайней мере, это не врываться, разводить зерга на дозаказ собак, боевого лимита, сейчас он рабов там не строил пачками. И два старгейта выхода, то есть тут фениксы будут заказаны. А фениксы может быть свитч... Фениксов может быть свитч в каррерах. Привет. Странный никнейм. Тебе уже сказали. Один из ответов правильный, сколько мне лет. Который более правдоподобный. Только спешит Култи. Куда два-то оверчажа сейчас ставил, он не понимал. Два много, четыре адепта ушли. Точнее, пять адептов ушли, четырех кинули. В итоге Изи окружила этих четырех. Спокойно. Култи отступил домой. Фениксов сейчас будет уже шесть штук. Так, аж с двух направлений тут забегание планируется. И на вторую, и на мейн, что самое интересное. Так, Култи понимает, что Беллинги все в тылу. Беллинга всех заминусовал легко сейчас. Ну, очень что-то у Култи много адептов. Покрошил он всех собак. Сейчас жестко. Ездить королевы Линга Беллинги. И если Култи пойдет вперед сейчас, то он может вообще расковырять, по-моему, Изи, если Беллингов поднимет всех. Просто и там Флит Бикон, и уже третий Никус начинает качаться. Ну, не в качалке, а минералы качать он начинает. Так, Беллинги заходят. Адептами встречает Беллингов. Култи принимает. Надо Королев поднимать Фениксами. А что он боится-то, я не пойму. Адептов-то миллион. Королев поднял, адептами собак покрошил бы, например. Оф, один бедняга. Култи забыл телепортнуть. Култи, култи. Адепт заходит. Ничего не забирает. Дрона мог бы забрать. 47, говорил я тебе. Это был не я, это моя вторая личность во мне была. Дорминдонт, дотерский. А сейчас я совершенно другой человек. Так. Нидус попёрдить с эти пуш с королевами. Плюс Гидра, плюс Линга Беллинги. От Изи идёт. Интересный такой билл. Сейчас коготь второй будет. А здесь карреры плюс Мазершип. А карреры-то что? Карреры правильно. Не успевают выйти. Култи много напиливает сейчас плёток очень. А дальше что? Ой, Патонок точнее. А дальше просто Феникс и не дома. Заходят Бейны. Шикарно заходить. Пилоны падают все практически. Вот теперь. Вот сейчас все упадут. Карреров всё ещё нет. Мазеркор прилетел, когда пилоны кончились. Это 2-1. В пользу Изи сейчас будет. Это печально для Кулси. Почему? Да потому что каррера уже не... Хотя карреров 2, плюс 3 строится будет 5. Но экономический потенциал слабоват сейчас для продолжения. Хотя вот Гидру сейчас Култи в лёгкую шатнёт. И там 2 Гидра леска погибнут быстро. Практически моментально. Бейлингов Изи поднимает. Отменяет всех-всех-всех. Уходит сейчас. 3-5, 117. Но вот на этих плюс 3 каррера надо вперёд лететь, видимо. Сейчас Изи. Изи фанат Неврала, походу, делает. А то по-другому объяснить не могу. То, что он уже какой раз Неврал делает просто. Хм. Так, 112, 122. 5 карреров у Кулси уже. Ещё 2 строится. Будет 7 очень скоро. Плюс 2 на воздух делается. У Изи-то нифига такого, кроме королев, и нет противовоздушного. Да, их правда 12 штук здесь, но... Нужно ещё этих 12 штук реализовать. Так, а чё на каррер за хреновина такие? Вот эти вот... Как глазки какие-то, какие-то двигатели что ли? Не знаю. Мазер шип Култи делает. Плюс 2 скоро будет готово. Сейчас 3-й Нексус, если Култи займёт, у него шансы появляются. Так, плюс Оракул есть. Куда он летит? Он летит Ревелэйшн. Ставить как раз-таки Оракул этот. Ну что же, поплевал Гидрой немножечко. Здесь 7 Беллингов забегания готовится. Терять рабочих не нужно Култи, ни в коем случае. Култи нужно Грелок, хотя пару в микс добавить вообще было бы не... Опа! Култи забежала и всех Беллингов спалил. Блин, карреры по крипу летают. Где, где, а в сервере, где что? А, в сервере нет, ведь я робу у Култи. А, роба нету, да, поэтому билду роба нет. К разгрелочек Култи сейчас добавляет. Он понимает, что карреров достаточно, мазершип есть, плюс фениксы. Танковать могут фениксы с мухами. А кто-то должен караптеров убивать. Фестера забагованы. Ну, спасибо, Кобрач, за информацию. Но это не отменяет того, что неврал практически бесполезен, как бы. И даже я, Проц, как бы это понимаю, что неврал, ну куда его применять зергам сейчас? Реально выгоднее микоза накидать. Ну, или, по крайней мере, вот, чтобы не менять ни время, продолжительность неврала, ничего, нужно сделать, чтобы неврал, как микоз такой, хренью кидался, и не было этого шланга. Когда, чтобы Каинфестера убиваешь, типа, ну, он, юнит перекрашивается назад. То есть, просто на определенное время, чтобы он становился с определенного ранжа чужим, просто для Проца, и все. Так, здесь уже Нексус пятый, ой, Хату пятую занял Изи. Делает 2-2 на караптеров, то, что Скул-Т третью атаку не делает, это будет стоить, возможно, ему игры, потому что без максимум грейдов на атаку тяжело очень биться. И нужно быстрее идти вперед, здесь все прикрыто абсолютно везде у Изи. По земле грейдов нет, ведь Мархона как-то так. Продолжение следует... Сколько караптеров, давайте глянем, 30 караптеров против 7 карреров, 11 грелок, 9 фениксов Мазершипа. Ну, фениксы, ладно, они только для танковать, карреры по караптерам, по караптерам ХЗ что-то сделают. А вот один из грелок выжгут кучу неслава. Сейчас не врал мета, если что, я не знаю, что эти умные слова значат. Ладно, прикинуть, что не знаю. На самом деле я знаю, и они далеко не умные. Видимо, где-то там в Тир-3 Мастер Лиге Европу мета, видимо. Но вот что тут стримлю я каждый день практически корейцев. И ни разу не видел, чтобы они... Нет, видел пару раз, что делали грейды, но это все оканчивалось провалом просто. Пошел на лом от Кул-Ти. Что-то как-то жестко. По вайперам бьют. Ой, инфестры все сгорели, где вообще? А как Кул-Ти видит-то инфестров, я что-то не понимаю. У него опс есть, да, есть два опса. Вот он один летает здесь с армией. Кул-Ти летает, жгет. По-моему, это ГГ, ЗРГ он сейчас просто проморгал. Все, абсолютно. Мазершип спас. Вот, Микозом надо. Не врал контрить Мазершип просто. Если опсервер рядом есть, то есть как бы надо подлетать, не вралить именно Мазершип. Если его правильно позиционировать, всегда сзади каррера грелок, то будет все замечательно. Ну вот, Мазершип каррера минусует. Пошел замес. Вайперы зеленку кинут. Нет, нет, вайперы ничего не кинут. Карраптеры просто бьются с грелками. Карр их прикрывает. Трансьюзов немерено вообще. Где мухи-то до этого были? Благодаря трансьюзам Изи умудряется. Или не умудряется? Ничего, Изи не умудряется. Не благодаря трансьюзам, не благодаря ничему. Карраптеры падают. 20 гидралов. Уже здесь ничегошеньки не спасут. Так, идет гидра с разных направлений. Здесь грелки без прикрытия других юнитов бились и чуть не отдались. Но 40 на 130 по лимиту. Изи пишет гг, кул т в финале. У тебя тир-2 ты делаешь? Извини, братан, ошибся. Не обглашай. Так, Изи, Изи, погодите. А что крит у нас? Сыграли, не? А, крит в игре. Что там, Андердокс-то началось или нет уже? Да, кстати, начался Андердокс. Ну, мы финал уже досмотрим, как бы, поэтому пока не будем спешить на Андердокс, ребят. На Андердокс мы хоть как успеем что-то посмотреть там, короче говоря. Так, ну что, ждем Крида, короче говоря, который бьется с... Спеллсингером, я не знаю, какой счет у них. Но мы их ждем и будем смотреть финал. Кул т против победителя Крида и Спеллсингера. Вот, Спеллсингер, Проц, Крид, Тиран. Сейчас я вернусь. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пацаны, прохладная история от чарлика Так, погодите Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ты Все, больше не хочешь прохладной истории своих? Ну вы поняли, короче Собаки там гуляют на улице Находятся, мальчишки, братан, нанюхаются И дурной становится Смотрите просто Вы смотрите на эту хари Вы смотрите на эту дурную хари Вот это вот дурная хари Вот это вот Все ладно, хорош Спокойно, брат Ну что, култи против Пелсингера? Все, все готовы Бо-3 сыграть И это хорошо Субтитры создавал DimaTorzok Так, секундочку, ребят Да Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, ребят Бо-3 финал Субтитры создавал DimaTorzok Непонятно, что там Култи в чатик, что ли, еще посматривает? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Очень прям смешно Субтитры создавал DimaTorzok 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 говядину в чат говядина в чате жадина говядина соленый огурец я такое помню только так улти приходит здесь пилон начинает бомбить пилон в это время оракул прилетает 4 пробки сжег и улетает правда не получив демиджа неплохого 58 хп осталось у него спеллсингера до варпы тут идут в общем-то качается неxus еще култи под ножок сколько суммарно 14 рабочих да смотрите в этот врыв почти 10 рабов он подрезал как раз десяточка разница становится ну поздний блинку спеллсингер а култи еще и твайлайт заказал практически сразу после него то есть у него будет блинк и у него будет плюс один еще плюсом к этому нужно отметить тот факт что так спеллсингер вперед решил да решил вперед вынес ага он бездовар похоже куда то он типа придет немножечко здесь разменяется и уйдет он так типа думает призма то нет пилона нет валя спеллсингер подуверча что уже лишние движения в рабам спеллсингер нагоняет как-то медленно култи только увеличил разницу 12 пробок сейчас стало ну это совсем перебор так мазершип подрезал спелл култи сейчас отменяет гейты строящиеся култи пытается роба отменить роба отменит скорее всего роба отмене отменил роба сейчас бы иммортал бы выйти мог бы попытка поймать иммортал идет иммортал это поймал между прочим култи спеллсингер уходит назад и достаточно успешно это делает я не успел с неиграть это кстати то что роба отменил очень неплохо зарешало. Кул Ти без роботикса сейчас решил Даркшайн поставить. Зачем Кул Ти и Даркшайн, я не знаю. Кстати, спелл без обсерверов вводит. Где у него? А, у него вообще... А, ну вот этот висит. Понятно, что от дропов, от всяких призмов-рэбов. Так, ну сталкера минус. Несколько штучек. Спеллсингера уже больше, обратите внимание. Он плюс один у него сейчас будет, между прочим. И рабочих поменьше, но боевого значительно больше, кстати, спеллсингера. У него есть очень много Сентрея, это много Гвардии, а много Гвардии, значит много брони у юнитов. Вот он сейчас выдвигается, но у Кул Ти на Ксилнаге есть пробка, которая прекрасно видит это движение вперед со стороны спеллсингера. И так, можно боди убить. Пробку убивает спеллсингер, Кул Ти. Саплай блок. Ёма, пришел с призмой. Пилонов нету, красавец просто. Смещается сейчас к третьей базе. Кстати говоря, здесь даже камни, наверное, не надо-то выбивать особо. Ну, Спеллсингер решил, что все-таки надо выбить камни. Кул Ти строит дестабилизаторов. Пока их нет, есть шанс продавить нормально. Когда они будут готовы, то шансы эти уменьшатся очень-очень сильно. Так, заходит спеллсингер. Попадает на пилон. Оверчаж, только один на этом пилоне. Почему Азеркорд так висит? Вот на эти два выставить просто оверчажи и вообще больно будет Кул Ти. Точнее, спеллсингеру могло бы быть, плюс армию грамотно и содержать, плюс те два оверчажа нормально могло бы быть вообще. Так, сейчас Кул Ти даже не пытается оверчажи сюда поставить. Спеллсингер дайвит жестко. Но опять же, один выстрел дестабилизатора может перевернуть эту войну. Хотя сейчас уже тяжело его будет перевернуть. Чего-то рабочек много отдалось. Кул Ти забрал сейчас на халяву иммортала. Агрессивный подблинг дестабилизатора не спалил. Вот сейчас, если вперед пошел, залп на ход и просто минус все сталкера могли бы быть. Куа-то спеллсингер сейчас... Да, он идет, я еще не понимаю. С этой стороны, судя по всему, хочет зайти. Но вот правильно было бы отсюда, да, зайти. Потому что здесь Кул Ти вообще не ждет вот в этом направлении ничего. Ну, спеллсингер очень долго как-то переходит туда-сюда. Сапплай блок, пилонов вообще нет нифига. Мазеркор минус нул. Паржу не минус нул. Так, минус призму. Дестабилизатор стрельнул, но не долетела. Пулька эта... Похоже на 1-0 в пользу спеллсингера, пацаны. 10 секунд до второй атаки. До пулки только третью заказал сейчас. Есть дарки. Дарки, конечно, раскладывают здесь сталкеров очень-очень быстро. Но у Кул Ти-то тоже все погибает. 58 на 108 там, по-моему, по лимиту. Отступил назад. Апсервер где вообще? Апсервер вот он летит с мейна. Ф-2, да, прожал спеллсингер. Я не знаю, что он там прожал. И прожал ли он вообще что-нибудь. Гэ-гэ, пишет Кул Ти. Ну что ж, ждем вторую игру. Ну... Продолжаем. 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 Так, мы поехали, Spellsinger Creed. Вторая игра. Ронни Кримсон активировал премиум на ваш канал. Так, спасибо, Ронни Кримсон. Глубоководный риф. 1-0 Spellsinger. Пвп. Погнали. Глубоководный риф. Не виноватая я. Надо писать говядину. Ну ладно. Вторая игра. Не думаю, что здесь кто-то вообще виноват. Так, одна пробка на газе. По одной подстраивают култи. Здесь вон три на минерале. Они даже сюда не хочет перевезти, где один рабочий. Не видит этого момента, судя по всему. Култи. И достраиваются там и там. Так, буст на варпы. Два сталкера заказаны. У Spellsinger. У култи же два адепта запилено. Но если мы увидим выехавшую пробку куда-нибудь и заказавшую где-нибудь типа здесь, да или лучше где-нибудь вот здесь вот, вот здесь вот, например, пилончик, то это может означать, что два гейта под куш с варпом пойдёт. Но нет, варп больше вообще не бустится. Это не два гейта под куш, соответственно. Хотя, смотрите, продолжает. Вроде бустится. Старгейт пошёл. Может быть два гейта, а Старгейт под куш, я не знаю. Может быть так, а может быть не так. Так, пилон у култи, ой, у Spellsinger приходит, начинает адептов ломать. Одного точно заберёт. Нет, не забрал одного. Ну тут потому что так случилось, что... Всё, минус адепта две штучки. Так случилось, что он заходил на хайграунд и пропал Вижн для сталкеров култи. Не успел ещё два залпа сделать. Мог он бы сделать, если Вижн был. Поэтому адепт умудрился скрыться. Ну, 40 лимита сейчас Spellsinger. 37 култи. Култи на рабочего больше. Так, Spellsinger попытался сталкера подрезать. Правильно, что отступил. Почему? 4 в 4 сталкеров и там рядом прирост оппонента. Нафиг так не нужно. Снимала от obedientls. Хорошо. Всё. Хорошо. Ск Feelings saying, Прямо как интересно. Первым напоминал деньгим 73 кулу. Так. Это очень интересно, Это очень интересно. Покупение говорю. Снимаем. Так, все, кулки здесь, паузу что-то попросил. Игра возобновлена. Игра возобновлена. Продолжается игра, ребят, 36. Видите, как кулки умудрился на столько рабочих вперед выйти вообще. Потерял два адепта в никуда и на шей... Не, ну кулки всегда вот именно по макро, я уже не раз вам говорил, что по макро всегда умел кулки четко все сделать. И в этот раз то же самое и получается. Здесь прилетел, кстати, даже хп ни у одного феникса ни единички не снял этот уверчаж. Ну там энергии полным-полно, поэтому развод на этот уверчаж ничего не дает, в общем. Друзей пик, а так он сегодня в чате был. Так-то. Так-то. Так, пятница Одесса, завтра шланг-турнир, ё-мо-мо, какие гуляния, ты чего? Завтра же на лан надо Ну что же, третий Нексус, третий Нексус начал у Кул-Ти строить, ребят, пока Спелсингер не изыскал минеральчиков на третий Нексус, но скоро они будут у него стопроцентно Четыре гейта у, кстати говоря, у Спелсингера всего, у Кул-Ти уже шесть, что-то Кул-Ти перемакрил, правда сейчас у Спелсингера уже на два рабочих больше, например Нужно летать, Фениксов использовать, то есть на Харасте постоянно летать, а Спелсингер что-то как-то так себе у него это получается Упси подлетает, ё-мо-мо, куда ты пыжи, Спелсингер почти подлетает, что-то пыжит здесь своими Фениксами, ничего не подрезал, ещё и сталкеров хотел срезать Зато им иммортал три штучки есть, три иммортал есть у Спелсингера и плюс один у него есть в заказе, Кул-Ти, оу, Кул-Ти фейковый третий Нексус, улынчик пошёл, ничего себе Ну и сейчас Призму-то обьёт Фенами Спелсингера, он сбивает Фениксами Призму, то это практически автоматически будет облом всего Пуша Хотя сталкеры Кул-Ти не отступаются, всё вперёд идёт и идёт сейчас Кул-Ти, здесь обсерверами, ну, снова он Крит Кул-Ти Ну, у него есть с основной армией ещё, сейчас начнётся замес, движух пошла, ТЛ-Д первая успевает поставить этот Крит У Спелсингер, конечно же, Ул-Си, что-то там тупит рядом, ходит, гейтов как было четыре штуки, так и, а нет, шесть уже тоже, шесть уже тоже гейтов у Спелсингера Выдвигается вперёд, но разворачивается дома от обороны, действует вообще-то Спелсингер и успешно он вполне действует Больше рабочих, больше лимита, третий нюкс, в отличие от Кул-Ти, уже немножечко раскачан И в отличие от Кул-Ти, грейды есть у Спелсингера, у Кул-Ти есть пилон, то есть у него есть медленный варп здесь в атаке получается Пошёл замес, да варп сталкеров от Спелсингера идёт, есть же Феникса, залететь и минусовать сталкеров надо, конечно, что Спелсингера и делает Можно уже поднять было бы сейчас Иммортала, Кул-Ти сейчас, Спелсингеру и пойти вперёд, на самом деле Агрессивный блин Кул-Ти делает вперёд, сейчас Спелсингер вынужден рабочих выводить Иммортал жив у Кул-Ти до сих пор По лимиту, по боевому, близко очень всё здесь происходит, очень прям близко У Спелсингера тоже Иммортал строится сейчас, но как-то в лоб Кул-Ти задавливает, по-моему Хотя вот сейчас пробки в очередной раз выводятся и всё равно на грани здесь На грани фейла, фола, я не знаю, как тут угодно это назовите Пуш этот идёт, 70-65 в пользу Кул-Ти по лимиту Он отступает назад, но у Спелсингера плюс 2 есть У Спелсингера есть призма и плюс 2 есть продакшни, пока ещё нет самого грейда Вот, но это для Спелсингера ситуация хорошая Можно назвать эту ситуацию Так, приходит Сталкера, Мазеркора нет, ё-моё, начинает экономику унижать тут Спелл Кул-Ти Спелсингеру Феникс прилетает, подрезает Сталкера одного Второго и здесь Спелсингер не отпустит несколько Сталкеров стопудово Агрессивный блин вперёд Кул-Ти сам уходит, ну, неплохо нарезал Здесь давар Сталкера в тылу, у Кул-Ти идёт Собирается Спелсингер встретить Сталкеров трёх штучек Кул-Ти Вот они идут сейчас Надо контролить, нет? Ну что ж такое-то, надо заходить Блин, встречал-встречал и не принял бой Здесь Гвардиан есть у Спелсингера, у Кул-Ти Гвардиан отсутствует Между прочим, здесь в атаке Зато и Мортл у Кул-Ти есть у Спелсингера, простите А ещё есть у него плюс два грейд на атаку Что нивелирует весь этот Гвардиан нафиг вообще Потому что плюс два он никуда не денется А Гвардианы рано или поздно кончатся Плюс и Мортл, Спелсингер поднимает, идёт вперёд Ещё один и Мортл у Кул-Ти выходит сейчас И очень Уверчарж сильно дамажит Агрессивный блин вперёд Минус и Мортл, Уверчарж, бей Спелсингер Что ж ты делаешь, Уверчарж надо сбить максимально быстро Уверчарж сбивает, принимает бой Ещё какие-то переблинки идут странные Кул-Ти фокусит призму моментально сейчас Спелсингеру Ну у Спелсингера всё хорошо Пробок он там убивал немало на самом деле У Кул-Ти отпустил три сталкера сейчас Фениксы тоже улетают Кул-Ти рабочих Кул-Ти восстанавливают постоянно Завтра ГСЛ Не, на ГСЛ надо приходить, ЛАН-то там позже, гораздо в час дня Можно посмотреть ГСЛ и ехать на ЛАН спокойно просто О чём речь Три дарка очень неприятно заходить сейчас В это время на ЛАН на третью идёт со стороны Ёма, Спелсингер, Апса туда-сюда водят Здесь пилончик, некоторое время сдерживал атаку Приходит Спелсингер отбиваться с пробками Здесь Дарк от Кул-Ти есть тоже, кстати говоря Но на Дарка есть Апсервер Отбился на второй, на третий Натерпел рабочих опять меньше у Спелсингера Но у Спелсингера плюс три Уже делается у Кул-Ти только первая атака сейчас заказана Но нужно что-то предпринимать Идти вперёд Здесь есть пилон медленный на прерыват Можно барпануть сюда два Адептика Привезти их просто к Нексусу и всё Так, на трей на дальнюю базу пробок переводят с мейна Тут уже всё кончается Газ кончился на мэне Пошёл поискачу Спелсингер, здесь ничего нету Так, ну плюс три на плюс один То есть по грейдам сохраняется разница в два грейда В пользу Спелсингера Призму прямо под юнитов Кул-Ти разложил Но тут очень большой ДПС идёт в виде иммортлов Поэтому Кул-Ти не рискнул агрессивно как-то призму эту атаковать Там блинка даже не надо было Там чуть подшагнуть Один залп и призма упала бы скорее всего Ну так Спелсингер Спелсингер давит Нужно бы вот с этого направления, я думаю, зайти бы ему было бы идеально, конечно Но он предпочитает зайти с главного входа, получается Призму ближе подлетает Ну варп-то где? Сталкер Хоть бы кто-нибудь там Ну вот Кул-Ти, Зилков пару варпанули В адепках хоть пару варпанули, чтобы станковали, я не знаю Плюс 3 очень больно, конечно, сталкеры дамажат Здесь 124-125 Кул-Ти там тоже варпят По лимиту вообще один в один идут Но ведь у Спелсингера меньше рабочих, следовательно, боевого больше Об этом я уже говорил Филды хорошие заходят Надо Спелсингеру самому филды первому поставить вообще Ну как-то видно, игроки в лотов немного отыграли То есть дестабилизаторов нет Вот эту битву просто, я не знаю Хоть что с одной, что с другой стороны Один хотя бы дестабилизатор И уже так не подерешься нормально просто Так, попер кул-Ти вперед Блин, контроль есть Куда-сюда входит Филды друг напротив друга встанет Вот филд мешает нормально зайти В этом-то и суть филда этого Так, Спелсингер приходит А что он не от блинки? Вот сталкеров-то назад Только сейчас начал 138-149 Боевой лимит Вообще сравнялся почти У кул-Ти, кстати, тоже плюс 2 Пока этот весь Если это боем можно назвать Пока вот это все Действо происходило У кул-Ти доделался Грейт на плюс 2 А здесь как было Третья атака так и осталась Зато здесь четвертый Нексус спелсингера заработал Он смещается вниз Куда он хочет? Сюда зайти что ли? Похоже, что так Хочет с другого направления Да, к кул-Ти зайти Зайдет ли он с другого направления? Думаю, что может зайти легко Потому что кул-Ти пошел куда-то вперед А спелсингер просто Кул-Ти не понял, что спелсингер Вообще сбоку заходит здесь Все, кул-Ти соплай блок Рабочих начал крошить Филдами делят спелсингер Кул-Ти армию Нужно встать так, чтобы Нексус просто убивать Сейчас и все вообще в порядке Будет тогда Хорошую позицию занял Спелсингер Павлиомет уже в плюсе Кул-Ти не выдерживает Агрессивный блинк Вперед попер У него три иммортала есть Но здесь правда сталкеров столько много Что просто жесть Сталкеры смогут имовзу Причем четыре иммортала Между прочим Сам спелсингер Агрессивные какие-то блинки делает Минусует всех имморталов Сталкеров тоже минусует Я так понимаю Вообще такой сумбурный бой Я вообще в какой-то момент Не понимал, что происходит Но крит масса спелсингера Была больше, чем кул-Ти И спелсингер выигрывает У нас там почти два рубаса Короче, ребят Вот такие вот дела А я делаю стоп-старт И возвращаюсь без задержки просто